МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Час новостей". На 12-м канале в студии Денис Ионас. Здравствуйте. Насколько чистый в Омске воздух оценивают федеральные эксперты? С проверкой гости побывали на крупнейших промышленных предприятиях региона. Есть ли замечания? Расскажет Екатерина Балычевская. На красных крыльях по всей России и не только. Соглашение о базировании в Омске авиакомпании Редвингс подписано. Какие новые направления могут появиться в расписании аэропорта и отразится ли это на цене перелетов? На поддержку пехоте приходит тяжелая техника. Полная реконструкция, точность даже в деталях. Контрнаступление под Москвой показали в Омске. Уникальная реконструкция боев Великой Отечественной в честь 82-летия Танкового института покажем самые яркие моменты. Место притяжения любителей горячительного. Торгуют водкой, вином торговали. На бульварной снесли киоск, в котором торговали паленым спиртным. И пришлось взять новый номер. В авангард из НХЛ вернулся любимчик Амичей Кирилл Семенов. Успели выбежать из салона. При пожаре в маршрутке пассажиры и водители не пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. ЧП произошло буквально час назад на остановке главпочтамт. По иронии судьбы, вспыхнула машина прямо у пожарной каланчи. Столб черного дыма был хорошо заметен из других районов города. На место прибыла бригада МЧС. Всего за пару минут огонь удалось потушить. Однако на кадрах видно, что салон выгорел полностью. Что привело к воспламенению транспорта, сейчас устанавливают спасатели. К другим темам. Промышленные предприятия сегодня в поле зрения федеральных экспертов. Кураторы проекта «Чистый воздух» прилетели в наш город, чтобы лично проверить, какое влияние заводы оказывают на атмосферу. Началась инспекция с Омского НПЗ. Осмотрели специалисты и буферные пруды омского каучука. Ну а в эти минуты столичная делегация находится в областном правительстве. Здесь идет заседание экспертного совета по экологии. За обсуждениями следит и наша съемочная группа. На прямой связи Екатерина Булычевская. Катя, здравствуй. О чем говорят специалисты? Какие впечатления у столичных гостей оставили омские заводы? Здравствуй, Денис. Что касается заседания, всего в повестке четыре вопроса. Один из основных – это квотирование выбросов. Я напомню, что региональная Минприрода должна установить определенные лимиты на количество химикатов, которые испускают заводы. И вот по словам чиновников, уже даже есть проработанный план мероприятий, который будет передан заводам для того, чтобы они даже не приближались к критическим отметкам. Но федералы, в свою очередь, отметили, что в случае нарушений по квотам, по выбросам, предприятие нужно безжалостно штрафовать. И это прорабатывается даже на федеральном уровне. Потому что, к сожалению, в большинстве случаев только такими жесткими мерами можно добиться каких-либо результатов. Обсудили также строительство новой экономической зоны «Авангард». Я напомню, что она станет таким своеобразным витком развития региона. Пока площадка представляет собой обычное поле. Но в будущем там появятся новые производства. И это, опять же, по словам Ильи Лобова, может отразиться на атмосфере. Поэтому сегодня очень важно просчитать все риски для того, чтобы влияние на омскую экологию было минимальным. Но вообще, я хочу отметить, что омские заводы готовы сотрудничать с властями. Сегодня в этом лично убедились федеральные эксперты. Они побывали на нескольких заводах. Началась инспекция, как ты правильно, Денис, заметил, с омского НПЗ. Делегации показали комплекс очистных сооружений «Биосфера», благодаря которым будет существенно сокращено потребление водных ресурсов если быть точной, на 6 миллионов кубометров в год. Ну, то есть, проще говоря, воду, которая используется в производстве, будут запускать в рабочие процессы снова и снова. И таким образом не придется выкачивать дополнительные объемы из артыша. Также побывали экологи и на многострадальных буферных прудах омского каучука, которые регулярно фигурируют в информационных сводках, находятся под пристальным вниманием СМИ со всей страны. И, как отметили сегодня сотрудники завода, на самом деле эти буферные пруды никакой опасности из себя не представляют. Площадка закрыта уже с 2013 года, отходы там не складируются, а в скором времени полигон еще и рекультивирует. Проект уже готов, сейчас осталось дождаться одобрения Росприроднадзора. Рекультивация пройдет в два этапа. Первый – механический, то есть из ям вывезут грунт с отложениями, его обязательно утилизируют, а на его место завезут новую чистую землю. Ну а второй этап – биологический, туда поместят специальные микроорганизмы, которые напитают почву полезными веществами, и, как отметили специалисты, после там даже можно будет высаживать деревья. Ну, естественно, не могли и не посмотреть и сами производства. Дело в том, что в рамках модернизации омский каучук намерен к 2024 году снизить негативное влияние на экологию на 40%. Это в два раза больше, чем прописано в госпрограмме. Для этого установки оборудуют суперсовременными фильтрами, которые, словно щит для атмосферы, не пропускают химикаты. Ну и также на предприятии проводится ежедневный мониторинг воздуха. Аккредитованная лаборатория проводит замеры по количеству вредных выбросов. И, как отметили федеральные эксперты, это, конечно, хорошо, но вот такая политика открытости должна быть сегодня не достижением, а непосредственной обязанностью. Дело в том, что масштабы производства абсолютно равны масштабам ответственности. Открытость и доступность информации для граждан, особенно в части, касающейся экологической безопасности, это не только тренд, это уже требования и законодательства, и требования времени по-другому уже не будет. Мы должны знать, чем мы дышим, мы должны знать все, что связано с экологией, с экологической безопасностью. Это наше право, наше конституционное право. Поэтому мы здесь призываем все хозяйствующие субъекты, которые негативно влияют на окружающую среду, быть открытыми. Вообще состояние Омского воздуха сегодня зависит не только от промпредприятий, но еще и от транспорта. И на самом деле автобусы, маршрутки сегодня являются основным источником загрязнения. Это не раз отмечал и федеральный Роспотреб, и Росприроднадзоры. И сегодня не случайно федеральным экспертам показали экологичные автобусы, которые приобрел наш регион. Таких автобусов уже полсотни. Работают они на метане и по праву могут конкурировать даже с электротранспортом, если от последнего выбросов количество меньше. Но зато для его подзарядки нужна энергия, которую производят тепловые электростанции. И вот, соответственно, от промпредприятий это опять же новые выбросы в атмосферу. А вот у метановый транспорт достаточно экологично его приравнивают даже к топливу Евро-6. И то есть использование природного газа вместо бензина и дистоплива позволяет существенно сократить негативное влияние на экологию. Ну и, соответственно, сделать омский воздух абсолютно безопасным. Но о том, как вообще в принципе проходила инспекция, подробнее расскажу еще в итоговом выпуске «Час новостей». Денис. Спасибо, Катя. Екатерина Булычевская. Заседание Совета по экологии. География полетов из Омска расширится в связи с приходом «Рэд Вингс». Авиакомпания будет базироваться в Омском аэропорту. Два часа назад было подписано трехстороннее соглашение между правительством региона, перевозчиком и Омской воздушной гаванью. «Рэд Вингс» позиционирует себя как первый региональный лоукостер. Омск станет третьей и самой восточной базой компании после Екатеринбурга и Челябинска. Планируется, что это будет хаб, связывающий Запад и Восток нашей страны. Уже в следующем году амичи смогут без пересадок улететь в Новокузнецк, Челябинск, Екатеринбург, Самару, Казань, Уфу, Минеральные воды и другие города. В проработке рейсы в Мирный и Улан-Удэ. Кроме того, будут выполняться рейсы за рубеж. В Баку, Кишинев, Ташкент и Нур-Султан. Для региона соглашение означает налоговое отчисление и новые рабочие места. Бортпроводников планируется набирать исключительно в Умске. Аналогично будет обстоять дело и с пилотами. Ну а больше всех в конечном счете выиграют пассажиры. Мы улучшаем связь с городами и с регионами страны, из нашего города. Чтобы не приходилось, как раньше, нашим амичам садиться в поезд, ехать там в Екатеринбург, а в дальнейшем уже лететь или в Турцию, или в Минводы. Сегодня мы это сможем, ну не сегодня, а со следующего года рассчитываю, что условия будут более комфортные для наших амичей. Участие авиакомпании в программе субсидирования перевозок 1242, федеральной программе, конечно, при очень существенной, выдающейся, я бы сказал, поддержке правительства в Омской области, да, позволяет нам предоставлять пассажирам, нашим клиентам, жителям Омской области действительно привлекательные тарифы. Возвращение на поля сражений в свой 82-й день рождения и в честь 80-летия битвы под Москвой в Омском автобронетанковом институте провели масштабную реконструкцию ожесточенных боев. 5 декабря 1941-го после двух месяцев обороны наши войска перешли в наступление. За считанные дни врага отбросили от советской столицы. Неоценимый вклад в победу внесли, как известно, сибирские части. Из Омского вуза в те годы отправляли механиков-водителей боевых машин. 35 выпускников не вернулись с полей сражений. Как спасали главный город страны, увидели накануне Ямичи. Репортаж Никит Смирнова. Сначала бой ведет пехота, затем подъезжает тяжелая техника. Так реконструкторы воссоздают контрнаступление Красной армии под Москвой в декабре 1941-го. Среди защитников столицы и сибиряки. Из жителей Иркутска, Красноярска, Омска тогда сформировали резерв. Они обращают в бегство значительные силы вермахта. От столицы отброшены три танковые группы противника. Немцы потеряли около полумиллиона солдат и офицеров, а также почти всю технику. Не последнюю роль в тех страшных событиях сыграли рулевые гусеничных машин. Они сознательно шли на таран немецких тигров. Зрители не могут сдержать эмоции. Настолько реалистично статисты передали ужас самой кровопролитной и жестокой войны в истории человечества. До слез, честно говоря. Понимаю, что это автология, но на самом деле мы много рассказываем своим детям о том, что наши предки воевали. Из нашей семьи немного кто не пришел с войны. Ну классно, короче. С удовольствием смотрела, конечно. И страшно, и радостно, что все хорошо так. А это уже партизанская деревня. Полевой лагерь строили больше двух недель. Участие в его подготовке принимал чуть ли не весь личный состав автобронетанкового института. Полная реконструкция, точность даже в деталях. Штабная землянка. По свидетельствам историков, такую во время Великой Отечественной силами партизанского отряда могли соорудить за 3-4 часа. Потрескивает буржуйка, партизаны готовят оружие к бою. Землянка и надежное укрытие, и место для отдыха. Каждый занят своим делом. Мы здесь, в продовольственный склад, таскаем, так сказать, продукты в столовую. Там кто-то воду носит, кто-то дрова рубит, там кашу варят. Победить врага в открытом бою помогло и легендарное отечественное оружие. Автоматы ППШ и, конечно же, знаменитая трехлинейка Мосина. Нашим современникам теперь уже сложно понять, как карабин, который стреляет одиночными, да еще и с перезарядкой, эффективно использовали против шквального огня немецких шмайсеров. Если расстояние свыше, допустим, 200 метров, автомат он неэффективен. А вот винтовка и карабин Мосина, они более эффективны на дальности. Поэтому в период войны были случаи, когда один опытный стрелок с винтовкой Мосина вышибал автоматчиков. Из прошлого курсанты переносят гостей в настоящее. На плацу автобронетанкового института звучат поздравления с 82-м днем рождения учебного заведения. Здесь же награждение отличников службы и учебы. Ну а после долгожданные встречи с родными и угощения настоящей солдатской кашей. Никита Смирнов, Дмитрий Алдыгепченко, 12 канал. На трамвайной остановке Бульварная снесли торговый павильон, несколько лет отравлявший жизнь всей округи. На решение принял суд, но предприниматель сыграл на опережение и сам демонтировал киоск. Разрешение на размещение торгового объекта в администрации Октябрьского округа ему выдали в 2016 году. Предполагалось, что это будет продуктовый магазин. Однако бизнесмен решил торговать алкоголем, за которым, по словам местных жителей, сюда приезжали любители горячительного со всего города. По словам местных жителей, на этом пятачке могли распивать спиртное одновременно до трех десятков человек. Пьяные драки и громкая музыка по ночам стали здесь обыденным явлением. Недовольные горожане обратились за помощью в окружную администрацию и к депутату горсовета Максиму Концидалову. Инициированные властями судебные разбирательства увенчались победой. Суд постановил в продлении договора предпринимателю отказать, киоск снести. Бизнес должен быть экологичным. Конечно, когда бизнес противозаконный, то есть находится здесь на противозаконных основаниях и идет такой резкий конфликт с жильцами, конечно, такого бизнеса событий не должно. И вот что готовят мои коллеги к итоговому выпуску новостей. Смотрите в 19.30. Закрой двери на засов. Сегодня завершится прием документов от претендентов на пост омского градоначальника. Пока в списке 32 человека. Затормозится ли на этом гонка за возможность занять кресло мэра? И кто-то еще успеет запрыгнуть в последний вагон? На вопросы журналистов 12 канала в прямом включении ответит председатель конкурсной комиссии. У их милосердия нет границ. Добровольцам всего мира говорят спасибо. В минувшее воскресенье отметили День волонтеров. Одни посвящают этому всю жизнь, другие – свободное время. Ухаживают за больными, помогают пенсионерам, одиноким. Своим примером возвращают веру тем, кто оказался один на один с бедой. Иногда хочется просто поговорить с кем-то, кто тебя поймет. Кто-либо это пережил, либо кто с этим работает. Именно волонтеры омского объединения «Обнимая небо» вызвалили Александру из душевного заточения. Добровольческая организация – единственная в регионе помогает палеотивным пациентам. И нередко в волонтеры идут те, кому еще вчера самому нужна была поддержка. О безвозмездной помощи и поистине героических поступках расскажем в 19.30. Авангард сегодня на своем льду примет Рижская «Динамо», которая идет на предпоследнем 11-м месте с запада. Впрочем, и положение «Авангарда» стабильным назвать нельзя. Три поражения в последних четырех матчах и еще одна осечка могут откинуть команду на шестое место «Востока». Удастся ли Амичам одержать 21-ю победу в сезоне, зрители 12-го канала узнают сегодня вечером в прямом эфире. Начало трансляции в 22.15 по омскому времени. Тем временем уже сегодня за «Авангард» может сыграть Кирилл Семенов. Нападающий принял решение вернуться из НХЛ и продолжить карьеру в омском клубе. Форвард подписал контракт с «Ястребами» до конца сезона. В связи с тем, что под его номером в текущем сезоне играет Василий Демченко, Семенов выбрал себе 71-й номер. Еще о спорте. Омские гимнастки триумфально выступили на мемориале Галины Горенковой. Воспитанницы Елены Арайс и Оксаны Курганской стали победителями в групповом многоборье, а в индивидуальном сильнейшей признали Анастасию Семакову. Бристали омички и в состязаниях между кандидатами в мастера спорта. Единственной, кому удалось одержать победу среди иногородних спортсменов, стала москвичка Софья Агафонова. Всего же в турнире участвовали 300 спортсменок из 20 регионов страны. Впервые соревнование проходило по измененным правилам. Акцент при принятии решений судьи делали на раскованности прыжки. Поддержать своих гимнасток приехала Евгения Канаева, которая сейчас входит в тренерский штаб национальной сборной. В эксклюзивном интервью 12-му каналу спортсменка рассказала, как сама раньше участвовала в этом мемориале. Я здесь, скажем, начинала свой путь. И для меня это такие воспоминания в детстве, когда меня бабушка приводила еще, проводили в авангарде, когда, ну, турниры. Мне было, по-моему, 7 лет. Я смотрела вначале не на ту площадку, где выступала гимнастка одна, да, я смотрела, где много-много народу. Мне было интереснее. Вот, потом уже я очень мечтала, чтобы выступать именно на этом турнире уже в конкурсе. Для меня это была, так скажем, мечта. Ну, а дальше это, наверное, турнир, с которого я начала. Полную версию интервью с Евгением Канаевой смотрите в новом выпуске «Большой тройки». Спортсменка оценит выступление гимнасток на мемориале, расскажет о новом международном турнире по художественной гимнастике в Омске, который будет носить ее имя. А также о собственной школе и о многом другом. Программа выйдет в эфир в среду, 8 декабря, в 20 часов. И последнее. Не только приносит подарки, но и спасает жизни. Правила движения на железнодорожном переезде о мечам сегодня напомнил Дед Мороз. Профилактическую акцию запустили в ГИБДД. Водители и сотрудники, кадеты и в наряд главного зимнего волшебника, встречали на 12 железнодорожных переездах. О мечам рассказали шансов на выживание автомобилиста, который решает перескочить пути перед движущимся составом. Практически нет. За секунду поезд проходит более 25 метров, а для полной его остановки потребуется как минимум 600. Вообще же только за этот год о мечи допустили около 350 нарушений на железной дороге. Чтобы таких случаев стало меньше, раздавать памятки и сувениры Дед Мороз в погонах будет до конца этого месяца. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12kanal.ru. Там же вы можете предложить свои новости или прислать их нам по электронной почте. Оставайтесь с нами. Завтра, 7 декабря, в Омске пасмурно. Возможно, снег. Ночью минус 10-12. Дневная температура составит минус 9-11. В районах также пасмурно и снежно. Ночью минус 12-13. В дневные часы столбик термометра опустится до 11-12 градусов холода. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба. Итоги дня подведем в 19 часов 30 минут. Не прощаюсь. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok